И доброго времени суток, дорогие друзья. Мы находимся на мейн-версии. Сегодня мы займемся прокачкой скиллов за скрытую силу и посмотрим, сколько же это даст. В конечном итоге присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчиков и подписываться на канал. Погнали! Классы, меняй их в удобный момент. Играй в одиночку или с группой верных друзей. Окунись в былые приключения в Lineage 2 на фо-гейме. Начнем мы с вами, конечно же, с того, что закроем полностью защитную броню, так как для Агуши очень важна эта вещь. Да, она дает физмак защиты, это, можно сказать, идет дополнительным бонусом, но самое главное, что дает 3%, ну, точнее, не 3%, чем выше левел, тем больше. КДР, он дает, и это самое главное, к чему стоит стремиться, потому что лимиты это наше все, и, можно сказать, их надо делать так, чтобы КДР не было, зазора между их заюзыванием не было, и вот именно этот скилл нам в этом поможет. Для этого отправляемся в раздел припасы, это даже нет, материалы для усиления. Здесь покупаем сразу 420 книжек, так как мне они нужны на данный момент, и приступаем, собственно говоря. Заходим в особое создание, в раздел, так, вот в какой мы раздел заходим, сейчас надо вот только вспомнить, да, вот здесь вот, и нам нужны на всю котлету книжки. У меня, кстати, было 4 книги, можно было чуть-чуть сэкономить, но да ладно. Крафтят здесь всего по 10 штук, поэтому будем делать именно так, еще и 42 миллиона будем отдавать. В общем, да, процесс этот оказался чуть-чуть, ну, дольше, чем я себе предполагал, но ничего страшного. Я думаю, что все-таки с этим быстренько закончим. По 5 книг надо до 30-го левела, 30-й левел это уже, к сожалению, книжками обычными не возьмешь, но нужны будут книги финала. Ну, ладно. Итак, можем сравнить сейчас сразу по статам, как они будут расти. КДР мы, конечно, посмотреть не можем, так как у нас нет дополнительной информации. Ну, поехали. 42 тысячи у нас ПДФа сейчас и 30 тысяч МДФа. Поехали смотреть. Так, кстати, надо было, наверное, посмотреть. Давайте сейчас возьмем, да посмотрим, наверное, сразу. Но бафа у меня сейчас нет, поэтому зазор у нас будет слишком большой. Я думаю, что с бафом давайте даже, наверное, сделаем таким образом, что просто бафнем свой обычный баф. И потом еще разочек сейчас попробуем нажать на скилл. Ну, и, собственно говоря, теперь под обычным бафом плюс я еще юзну выход Творца Сияния, который учил за улучшенный каменный рун. Он даст еще 10% КДР, и он висит постоянно, то есть его можно юзать всегда, и будете стоять под ним. Давайте теперь посмотрим, сколько же будут откатываться лимиты. Итак, 41 секунда, здесь 39. То есть зазор получается примерно 2-3 секунды плюс-минус где-то так. Ну, и теперь можно доулучшать у нас защитную броню как раз и посмотреть на конечный результат. Теперь можем отталкиваться уже от цифер после бафа. 69 тысяч ПДФа, 44 тысячи МДФа. Ну, и поехали смотреть. Добавляет у нас здесь всего, да, по процентику. То есть не так много, но в конечном итоге это тоже складываться будет именно в буст. Итак, остается у нас тут 2 левла. Проучиваем последние. А, ну, кстати, еще 30-е можно. А, книжек, да, не хватает как раз. Вот этот 30-е я и не посчитал. Да, книга забытой силы, именно 5 штук надо. Ну, сейчас докуплю и проучим. Ну что, проучиваем последний левел. Как раз 20% ПДФа и 10% КДРа получаем. Ну, и также на 31-й левел там уже минус 15% получаем урона, но это уже очень дорого. Итого мы получили, ну, не так много, там около 3000, да, 3 с копейками, почти, наверное, по 4000 ПДФа. Также МДФа получили. Ну, и теперь самое главное, давайте смотреть на КДР. Итак, баф у меня висит точь-в-точь такой же, как и был. Нажимаем время фантазии, 39 секунд, 39 секунд. То есть можно сказать, мы вышли в 0, и теперь лимиты будут юзаться по КД. Вроде время совпадает, 32 там, 30 там. Ну, в общем, теперь даже если и будет зазор, то он будет крайне маленький. И, например, в будущем можно будет это компенсировать просто сменой Блак Волокаса на какой-нибудь Неклю Дракона. Там дополнительно еще прибавится, по-моему, около 2% КДРа. И я думаю, что этого будет точно хватать. Ну, вроде как и на данный момент хватает. Ну, и на этом еще не все. Будем с вами сейчас апать скилл, который тоже очень важен. Это будет у нас магическая атака, так как она даст, ну, крайне много, я надеюсь. И будем смотреть сейчас по урону. Он у меня сейчас, этот скилл, прокачан до 6-го левла. До 6-го левла его качать легко. Это все делается за Адену. Ну, и теперь давайте, чтобы у нас был более-менее такой прозрачный и понятный тест. Мы с вами немножко побьем по МПС и посмотрим на криты, которые будут вылетать. Просто для, так скажем, сравнения будущего. 91 миллион, как мы видим. Сейчас вылетел тут еще Гомункул. К сожалению, нет, снять его можно. 91 миллион был, 94 миллиона. Да, тут 5. Ну, когда они критуют, естественно, цифры будут другие. Тут ничего удивительного нет. Ну, как-то критовать не хочет. 91, теперь плащ вылез, естественно. Еще и брошка вылезла. Ну, как обычно, когда вот оно не надо, оно обязательно выпрыгнет все. Но, я думаю, цифры примерно понятны. 88, к сожалению, фиксировано. Чем-то я побить не могу. Так что будем исходить именно от вот этого разброса. 88, 96, 88, 500. Ну, в общем, я думаю, понятно, что где-то от 88 до там 96 тысяч у нас идет, 96 миллионов у нас идет именно крит. Ну, и теперь давайте вот это все дело проучим. Я думаю, что проучим сразу все для того, чтобы уже понять, сколько даст этот скилл, если его апнуть именно вот практически с нуля и до талого. Ну, что, давайте смотреть на конечные цифры. Маг атаке, конечно, прибавилось довольно неплохо. То есть, как вы видите, скилл я полностью проучил. На данный момент, если посмотреть прям по пассивкам, да, где вот 30 левел, маг атака 20%, мощность маг умения 15% и сила критаки маг умения 10%. То есть, я думаю, вы понимаете, что довольно-таки неплохо этот скилл бустит. Было потрачено 875 книжек первого левела. Покупал я их прям напрямую в разделе материалы для усиления. Вот они, 875 книжек ровно ушло. Так что вот можете прикидывать, сколько это будет выходить в монетах и воды несоответственно. Итак, маг атаки мы получили примерно где-то 162 тысячи сверху относительно того, что у нас было. Теперь давайте посмотрим по ДПСу, что же у нас изменилось. Так, ладно, будем бить даже другого НПС. Опять у нас вылетает здесь все, что только можно. Посмотрим сейчас на криты. Ну, криты должны быть вроде как поинтереснее. Так, 130 миллионов, но это, видимо, 123 миллиона. Так, пробуем бить дальше. Смотрю еще, чтобы ничего не вылетало. 124 миллиона. 126, ну тут уже опять вылетел Берс. Еще разок, 121 миллион. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете. 126, то есть довольно-таки прирост неплохой. Если мы говорим про 88%, а стало там 120, ой, 88 миллионов было, стало примерно 126 миллионов, то, ну, очень хороший, так скажем, прогресс, почти 50% кверху, сверху. Так что скиллы однозначно нужны, важны и, естественно, нас стоит их однозначно проучивать. Так что я рекомендую их обязательно учить, как только появится у вас такая возможность, потому что конкретно Агуши эти скиллы будут давать, ну, очень много. Я думаю, в принципе, как и любому магу, любому физику, который будет браться именно за эти самые скиллы. Так что ДПС космический, я лично доволен. Но, правда, все-таки затеи это не из дешевых, обращайте на это ваше внимание, но и никто не заставляет вас прям сразу брать и проучивать скилл, вот как я там брал и делал это с нуля и до 30. Можно все это делать постепенно, никуда не торопиться и никуда не спешить, и получите в конечном итоге большой прирост к своему ДПСу. Ну и главное, наверное, стоит еще сказать, что эти скиллы забытой силы работают только на основной класс, на дуале их придется качать по новой, поэтому обращаю ваше внимание, что эти скиллы будут закреплены за вашим персонажем, на котором вы будете эти самые скиллы учить. В общем, я доволен новым бустом, надеюсь, он себя покажет в будущем в локациях, в проходке инст, в детроне. В общем, будем надеяться, буду вам обо всем об этом рассказывать. В общем, такой получился ролик, надеюсь, он вам понравился, вы не забыли поставить пальчик вверх, подписались на канал, если вы здесь впервые. Также в описании у меня есть ссылка на телеграм-канал, где проходят розыгрыши, выходят все анонсы. И в описании есть ссылочки с бонусами, если захотели пройти версию main, essence или legacy, переходите по ссылкам, регистрируйте новый аккаунт и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Также в описании есть ссылка на сервера Project EVA, которые открылись на самыми последними. А теперь давайте разыграем 5 промокодов на 7 дней по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали, смотри, кто победил. И шпингали, о чем ссылку на предыдущий ролик, загружаем всех, кто у нас там что-либо написал. Итого 26 комментариев, первый победитель нас Alex Taganera. Сань, ну хоть что-то насыпало, у других хуже было, тут согласен, да, потому что акция на самом деле непредсказуема очень. Первый код твой, поздравляю, второй победитель нас User. Хороший дроп тебе выпал в такой плюс, конечно, вышел только на удачу. Ну, по сути, да, если бы не Masia 8, то были бы более серьезные проблемы. Второй код твой, поздравляю, третий победитель нас The Oco. Повезло, ГЦ с дропом лучше, чем минус. Полностью согласен, третий код твой. Четвертый победитель нас The Gordios 7. Ку-ку, релей наборы прям часто, нам какие-то акции на открытый мир прикольно было бы, когда бонусы на спотах выпадали. Не знаю, что ты, конечно, имеешь в виду, я не особо тебя понял, но релей наборы часто, но на самом деле с каждым разом такое ощущение, что они становятся дороже и дороже. И это печально. Четвертый код твой, поздравляю. Пятый победитель нас User. Стандартный ивент, купон третьей пушки для красоты. Ну, он практически сейчас везде, этот купон на третью пушку, практически во всех, наверное, акциях. Ну, действительно, да, там шанс оставляет желать лучшего, но бывает же такое, что все равно кому-то на сервере из всех серверов везет и пушку это достают. Пятый код твой, поздравляю, господа победители, не забываем отписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм, все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего YouTube аккаунта, что я признал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь и прямо сейчас пишите комментарии у четырех слов и, возможно, в следующий раз уже вам повезет и вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok